После многолетней и, по ее словам, очень скучной офисной работы в разных компаниях, 40-летняя Лилия Шульга бросила все и осуществила свою еще детскую мечту. Вышла на работу водителем грузовика в крупнейшую в стране транспортную компанию. Образ женщины за рулем многотонной фуры непривычен для абсолютного большинства людей. Так, цикавлятся, вы все в шоке, вы все с телефоном. Да, вокруг все в шоке, когда видят меня. Очень часто снимают на телефоны, когда я проезжаю или загружаюсь-разгружаюсь. Многие прохожие фотографируют. Но думаю, что это ненадолго. Скоро таких, как я, в логистике станет слишком много, чтобы это кого-то удивляло. Все привыкнут и оставят меня в покое. Работа действительно физически трудная, говорит Лилия. Но женщина может с ней справиться. Поскольку я в нашей компании самая первая женщина-водитель, у меня больше опыта, чем у девочек, которые пришли после меня. И поэтому они часто меня расспрашивают, что и как, не страшно ли это, и помогут ли им в случае чего. Я всех успокаиваю, советую, объясняя, что эта работа физически утомительная только поначалу. Но к этому привыкаешь, и, конечно, все коллеги будут стараться им помогать. Ускоренный приток женщин в профессии, которые в Украине считались традиционно мужскими, происходит не от хорошей жизни. Украинки все активнее идут работать водителями, в охрану, на фермы, склады и даже в шахты из-за войны. В официальной статистике украинского ЦБ с начала российского вторжения страна уже потеряла не менее четверти работоспособного населения, прежде всего среди молодых мужчин. Многих забирают на войну, они умирают или возвращаются инвалидами, еще больше скрываются от мобилизации внутри страны или за ее пределами. В общей сложности счет выпавшим с рынка рабочим рукам может идти на миллионы, говорят некоторые эксперты. Прежде всего, это вопрос количества уехавших. Причем этот поток ведь отнюдь не прекратился. Людей в Украине все меньше. А среди подростков мы все чаще видим, как молодые люди заранее подбирают себе университеты за границей, чтобы была возможность выехать на учебу. Ну и, конечно, мобилизацию не сбросишь со счетов. Ее никто не отменял. Все это очень влияет на рынок труда. И чем крупнее компания-работодатель, тем острее она ощущает недостаток кадров. Военкоматам проще контролировать такие фирмы. Повестки иногда раздают прямо у входа в офисы, причем не только сотрудникам, но и тем, кто просто зашел на собеседование. В погоне за работниками для бизнеса теперь все средства хороши. Им обещают сверхурочные, бонусы, гибкий график. Активно привлекаются пенсионеры, а также школьники и студенты. Один из таких 16-летний юноша Глеб, который досрочно начал осваивать свою первую профессию. Продавец-консультант в сети салонов сотовой связи. Для него и десятков таких же, как он, руководство сети специально разработало целую программу ускоренного обучения. С каждым днем проблема с кадрами ощущается все острее. Если посмотреть на наши цифры, у нас только с прошлого года уволилось 40% сотрудников. И похожие проблемы везде по рынку. Хорошей новостью для работников является то, что все эти факторы способствуют росту зарплат. Средняя зарплата в стране перевалила за 20 тысяч гривен. Это почти 440 евро. Продолжение следует...